Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про микросферы. Уже, по-моему, девятое по счету. В этом видео будут очередные очень показательные и любопытные истории людей, которые приобрели и стали пользоваться этими изделиями с микросферами. Скоро они сами расскажут вам, а вы услышите, что изменилось у них со здоровьем от начала использования этих изделий. Таких видео, где публиковались отзывы людей о применении изделий с микросферами, вышло у меня на канале уже штук 5 или 6, а всего было 8. Так вот, ссылки на них я оставлю под этим видео. Посмотрите потом, если, конечно, вам это будет интересно. Отвечу наперед, где приобрести эти изделия. А приобрести их можно на сайте nadgard.ru. Ссылку верхнюю самую я оставлю как раз на сайт. И, конечно, надо сказать, что в любые города России и любые страны мира мы отправляем эти изделия. Ну а в начале видео, буквально одну минуту, я хочу посвятить новым и случайным посетителям моего ютуб-канала. Для тех, кто не в теме, о чем идет речь. Что это за такие микросферы? Так вот, краткая история. Еще в советские времена, в 70-е и 80-е годы, эти технологии, а конкретно эти микросферы, которые состоят из натрия-бора-силикатного стекла, ну а теперь в новом, более технологичном исполнении, еще покрытые диоксидом кремния, Так вот, эти сферы применялись в специальных матрасах, куда клали людей с большой степенью ожогов тела, для того, чтобы они были как бы в невесомости. И, используя эту технологию, фактически физику, когда инфракрасное тепло от тела человека, отражаясь, поступает, соответственно, в первую очередь в кожу, а потом в подкожные слои, улучшая микроциркуляцию крови и, соответственно, обменные процессы и регенерацию тканей, так вот, люди легче и быстрее выздоравливали, у них регенерировалась ткань, у них быстрее заживала кожа, люди быстрее выздоравливали и выписывались из больниц. Но стали замечать, в первую очередь, сами больные, а потом уже и врачи, новые иные свойства, на которые никто не рассчитывал. Когда у людей стали проходить хронические заболевания, стали темнеть уже седые волосы, перестали болеть суставы и так далее, и так далее. Так вот, с точки зрения науки, фундаментальной, объяснить это нельзя. По крайней мере, можно лишь отчасти. И в своих первых видео я пояснял, каким образом возможны эти изменения. Но факты есть факты, и вот сегодня перед вами очередные факты, это будет 6 отзывов. А в завершении видео обязательно досмотрите до конца, потому как будет презентация, буквально около 2 минут, меньше даже, новой капсулы, самого эффективного изделия. Новый, более удобный в пользовании капсулы. Итак, сейчас вы посмотрите первый сюжет. Кратко. Мужчина мучился болями в шее, спине, плечах. На третий день применения изделий с микросферами боли ушли. Сон у него был плохой, нормализовался. Наконец-то человек стал высыпаться. Но самое уже неудивительное, от сотен людей приходили такие же данные, стали расти волосы на голове, а у него была очень серьезная лысина. И это всего лишь за 2,5 месяца применения этих изделий. Смотрите. Здравствуйте, меня зовут Дроздов Павел Вороевич, мне 38 лет, и я из города Феодосия. Я разрешаю выставлять это видео в сети интернета и показывать на телевидении. В конце марта 2022 года я приобрел подушку 40 на 50, а на сегодняшний день у меня уже есть матраса, шапка и повязка на глаза. Дело в том, что я постоянно мучился с болями в спине, шее и плечах. И буквально на третий день использования матраса у меня эти боли ушли и больше не возобновлялись. Еще улучшился сон, я просыпался постоянно в 3 часа ночи и больше уже не засыпался, если чего не высыпался. После того, как начал спать на подушке, сон нормализовался и ночью я уже не просыпаюсь и высыпаюсь. И еще начали расти волосы на голове, хотя до этого никакие средства не помогали. Всех этих видимых результатов я достиг в течение двух с половиной месяцев. Поэтому я рекомендую приобретать продукцию, потому что она действительно работает. Второй ролик, второй сюжет. Очень интересный случай. Женщину укусил рыжий муравей, а реакция на подобное. У нее была всегда это сильные отеки, нарывы, покраснение кожи. Всегда без исключения, долгие годы. Так вот, после использования микросфер не было и следа, не было жжения. И такое у нее было впервые. Она была просто предельно удивлена. Да, вот я, конечно, тоже впервые с этими штуками встретилась, с предметами. Хотя шесть лет назад мне сестра подарила подушку. Ну, она сказала там как-то информативно не очень глубоко. И я не особо придала ей значения. Там один раз подержала ее, она там затвердила и убрала в дальний ящик. А тут, когда я узнала про эти микросферы и предметы, вспомнила про эту подушку, тоже, я думаю, интересно, у меня же тоже такая штука есть. Попробовал с ней, тоже полежала. Ну, и потом вот пришла, приобрела повязки универсальные, там еще некоторые. Вот. И решила, значит, первые эксперименты провести. У меня как раз на даче укусил муравей, рыжий муравей, если кто испытывал это ощущение. Оно очень неприятное, а для меня оно очень острое такое. И за шею причем. Вот. И я, значит, думаю, да-ка попробую, приложу эту повязку на глаза сюда, к шее. Смотри, думаю, какой результат будет. Ну, и приложила где-то прям вот буквально, прям через минут 5-7 тишина, никакого жжения и потом уже никакого следа вообще. У меня обычно от муравья остается большой след, он начинает чесаться, потом нарывать. То есть потом приходится привязывать или мазь, или столетник, или что-то. Я просто к ним вот, ну, аллергически отношусь. Поэтому никакого следа, никакого жжения, никакого ничего. Так же комар. Укусил комар. И уже, так сказать, приличная была такая, ну, как сказать, язвочка, да? Что-то думал, как же он здорово мне на это травмировал. Думал, так я тоже попробую, приложу эту. И приложил эту повязочку. Ну, приложил, так я даже не засекала сколько, но, во всяком случае, она просто засохла. И ничего, никакого тоже, ни зуда, ничего, нет, совпадение, несовпадение. Но вот это вот, два вот этих результата по укусам тоже были удивительны. Третий сюжет. Женщина использовала микросферы примерно 3 месяца. Так вот, у нее папилломы начали отсыхать и отваливаться. Вот, хочу показать папилломы на груди. После микросфер, наверное, месяца 3 я вот сплю на них. И папилломы начали краснеть, чесаться. И затем они стали отваливаться. Прям еще много штук у меня было на груди. Вот, там под грудью были. И вот они вот так вот хорошенечко сами по себе. Я ничем не мажу их. Они сами начинают отваливаться. Краснеет. Сначала чешутся, краснеет. А потом сами отваливаются постепенно. Четвертый сюжет просто уникален. Вот послушайте историю про осложнение после пломбирования зуба. Это ужас, что женщина пережила. И вот 45 лет, она говорит, ну, то ли 45, то ли 50, уже не помнит точно. Она терпела эти боли, последствия неправильной операции. А вот теперь боль практически прошла. Ну, она там подробно рассказывает. Смотрите. Купила подушку, повязку, одеяло. Пользуюсь одеялом, как капсулой. Но не каждый день. Бывает, что два дня подряд, бывает три дня подряд. Ну, тяжести каких-то очень сильных этих эмоций по осложнению или по, как сказать, такт вот тихонечко я ощущала в пояснице немножко. Особенно с левой стороны, тазобедренной вот. Очень сильное ощущение в шейно-грудном отделе. То есть улучшение, улучшение просто семимильными шагами идет. Банданы, вот этот хвостик у меня все время мокрый. Подушка, ну, под головой и под плечами, она все время каменная. И наволочка мокрая. Это вот постоянно, пока это не исчезло. Очень много лет чувствовала, это примерно 50 лет почти прошло. Ну, пусть даже 45. У меня была трепанация глазного зуба. Ну, вверху, да, конечно. Вот. И после этого, значит, она мне очень сильно канал пропломбировала, что у меня вылезла киста прямо через десну. Вот этого цемента или там содержимое это. И с тех пор, я так поняла, что она мне пробила пазуху. И с тех пор начались всякие осложнения. Отеки. Были отеки и лобных пазух. Моментально вспихивала этот отек и ручьем выделение. Я с этим замучилась. И этот супрастин, чего только не назначали. Потому что, ну, никак. Я, у меня уже настолько голова болела, что никакими методами я не могла эту головную боль снять. Голову можно было куда-то отправить отдельно. И вот после, вот пользуясь микросферами, я это очень ощутила. Обострилась боль в левой пазухе. Просто при пальпации была боль колючая, как будто мне иголкой туда колют. И вот в течение четырех или пяти дней эта боль стала утихать, утихать. И она ушла практически. Я была поражена вот этому результату. Я говорю, что 45-50 лет я это терпела. И вот в результате того, что я в таком состоянии была, у меня и ухо, и вот эта скула, и все время боль в виске. Вот слева сторона головы, это постоянная боль была. Пятый сюжет. У мужчины боль в пояснице была буквально до слез. Мог стоять, лежать без боли, а вот сидеть не мог. Ему и блокады делали, жена врач. Но вот уже пять лет, как он забыл, что такое боли в спине. Случилось зимой. Пошел за детками, за внуками в садик. Зима, снегу много, детишки разбегаются в разные стороны. Ну, одного, чтобы не разбегались, на гормушку закинул, второго в охапку. Домой пришел. Вроде поначалу-то ничего, а к утру разогнуться не могу. Не согнуться, не разогнуться. Стоять хорошо, лежать хорошо, а сесть не могу, прям до слез. Вплоть до того, что хотели там меня и в больничку упрятать на операцию, и жена, как медик, делала мне блокады. Ничего не помогало. Посоветовали. Взял матрас. Поспал недельку. Вот уже в течение пяти, наверное, лет забыл, что такое боль в спине. Но, правда, сплю на нем. Помогает. Ну, а в завершении, вот этот сюжет, шестой, у пенсионера было повышенное артериальное давление, очень высокое. Через час пребывания в капсуле, а это, конечно, самое эффективное средство, что говорить, воздействие идет фактически на все тело сразу. Так вот, через час давление снизилось до 130. И вот по часу в день он лежал, уже неделю он забыл, что такое таблетки. Вот эти самые гипотензимные средства для снижения повышенного артериального давления. Я Михаил Максимович. У меня дочь приобрела капсулу и вот этот шлем. Я одеваю, ношу. У меня было давление 200. Я полежал около часа. Около часа полежал. Меряю давление, у меня стало 130. Я несколько дней полежал по часу, и у меня восстановилось давление. И я сейчас не пью ни таблетки, ни какое лекарство не пью. Спасибо. Ну что ж, дорогие товарищи, вы посмотрели все шесть сюжетов. А теперь посмотрите ролик, сюжет про новые капсулы с микросферами. Это презентация. Приятного просмотра. Но до этого я хочу сказать еще раз напомнить, что все эти изделия, как любые наши, впрочем, товары, приборы, вы можете приобрести на нашем сайте надгард.ру. И мы отправляем любые ваши заказы, наши изделия, в любые точки России и любые страны мира. Более того, если вы находитесь в какой-то стране, и вы считаете, что оплатить в Россию невозможно, то я хочу вам сказать, что мы и это предусмотрели. Вы оплатите нашему представителю в одной из европейских стран. Перечисление. Спокойно, легко. И мы отправим вам товар. А получите вы свой заказ или нет, вы можете легко проверить. Если Почта России в вашей стране работает, функционирует, то вы гарантированно получите ваш заказ. Ну а теперь смотрите презентацию новой капсулы в сравнительном анализе ее со старой. Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы усовершенствовали наш матрас с капсулами. Давайте посмотрим на предыдущий образец. Он с виду больше, конечно, похож на матрас, хотя и с функцией капсулы. Но закрывался конвертным способом, вот таким вот образом. И застегивался. Некоторым нашим покупателям показалось это не совсем удобным. И мы прислушались к мнению наших покупателей. И немножко модифицировали наш матрас-капсулу. Давайте посмотрим на различия. В отличие от предыдущего образца, на новом образце имеется удобное изголовье, выполненное в форме подушки с наполнителем из микросфер. С хорошей высотой. Это обеспечивает более удобное и комфортное применение данного изделия. Также мы уделили внимание удобству застегивания. А именно, теперь это уже действительно похоже на капсулу. Немножко напоминает спальный мешок. Этим принципом мы и руководствовались. Теперь застегнуть изделие можно легко и непринужденно, самостоятельно. Не прибегая к посторонней помощи. Делается это таким образом. Застегается здесь. И потом здесь. Вот таким образом. Находясь в капсуле, человек лежит на подушке. Его плечи прикрыты. Плечи также с наполнителем из микросфер. Данная модель была протестирована. И всем стало намного удобнее. Мы надеемся и вам понравится.